19 марта в зале администрации района прошло первое в этом году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кашхабский район. В мероприятии приняли участие члены комиссии, начальники управлений, заведующие отделами администрации района, главы сельских поселений и их заместители, представители СМИ. Заседание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. На повестке дня было два вопроса. О подготовке к безаварийному пропуску весеннелетнего половодья, защите населения и территории от затоплений в 2020 году с подробным докладом выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района Николай Зверев. По состоянию на 19 марта 2020 года паводка и обстановка на территории Кашхабского района стабильны. Наблюдались небольшие колебания уровня воды без достижения неблагоприятных отметок. В муниципальном образовании Кашхабский район и в сельских поселениях разработаны планы противопаводковых мероприятий на 2020 год. Издано распоряжение главы администрации муниципального образования Кашхабский район номер 52Р от 10 марта 2020 года об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования Кашхабский район за 2020 год. В Кашхабском районе в соответствии с планом проведения превентивных мероприятий планируется выполнение следующих мероприятий. Расчистка от ила, камней и корчей водосточных каналов Бауле-Хоц. Расчистка шлюзов Бауле-Хоц по улице Вичурина, Кутузова, Горького, Плехава. Расчистка подмостовых территорий на листке Чехрак в хуторе Красном, Бауле-Плечебсин, хуторе Игнатьевском. Безаварийному пропуску паводковых вод будет способствовать комплекс мероприятий, выполненный в 2019 году Кашхабским филиалом ФГУ Адгей-Милево-Ватхоз по реконструкции и ремонту гидротехнических сооружений. Берегово-укрепительные работы на реке Лобава в области Рухай, а также работы по предотвращению разрешения береговой линии реки Фарс, выполненные в марте-феврале 2022 года. В настоящее время ведется строительство защитной дамбы левого берега реки Лобава в районе хутора Шоповникова продолжительностью 4000 метров. Стоимость проекта 66 миллионов рублей. Финансирование производится на 90% из федерального бюджета и 10% из республиканского бюджета. Год дамбы в эксплуатации намечен на 2020 год. В Кашкарском районе созданы запасы финансовых средств на общую сумму 1 миллион 675 тысяч рублей и материальные ресурсы на сумму 540 тысяч рублей. Для осуществления контроля за прохождением весеннего половодия спланирована работа межведомственной оперативной группы в составе оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона муниципального образования Кашкарский район и оперативной группы от администрации района. Всего в оперативной группе задействовано 6 человек и 2 единицы техники. В паводковоопасный период главы российских поселений будут в ежедневном телефонном режиме докладывать через ЕДДС о состоянии паводковой обстановки. Для транспортного обеспечения эвакуационных перевозок определены 10 автобусов марки ПАС и 2 пассажирские газели управления образованием общей вместительностью 250 человек. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Лобинский район и Мостовский район Краснодарского края о взаимном информировании в случае подъема уровня воды в реках Лоба, Фарст, Хольст, Чехрак. Система управления связи и оповещения позволяет обеспечить управление силами и средствами с длением территориальной подсистемы КРС ЧАЭС. Для своевременного информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации будут использоваться 10 стационарных электрических сирен с возможностью речевого сопровождения подаваемых сигналов и 9 ручных сирен и 9 ручных громкоговорителей для подачи речевого сопровождения подаваемых сигналов. 17 февраля 2020 года была проверена работоспособность системы оповещения. Охват населения всеми видами оповещения в населенных пунктах, подверженных угрозе под топливой, составляет 100%. В соответствии с планом работы Главного управления МЧС России по республике Адрегея 16 марта была проведена комплексная проверка готовности муниципального образования Кашкарской районки по опасному и пожароопасному периоду. Все замечания, которые были высказаны в ходе проверки, приняты к исполнению и на ближайшее время будут выполнены. Силы и средства звеньев территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные прохождением паводка на территории Кашкарского района, готовы. Судокладчиками по первому вопросу были начальник Кашкарского филиала ФГУ Адге Милио-Вадхоз Рамазан Вакажев, глава администрации Дмитриевского и Гирюхайского сельских поселений. Они довели до сведения присутствующих информацию о проделанной работе. На балансе ФГУ Адге Милио-Вадхоз на территории Кашкарского района находится 27,1 километра дамб и канал растительный 41,5 километра. Ежегодно мы проводим мероприятия и на канале, и на дамбах в соответствии с актами объекта, находящиеся на балансе ФГУ, находятся в удовлетворительном состоянии. В целях подготовки к безаварийному пропуску в последний летний полугод для защиты населения территории от затопления в 2020 году администрация муниципального образования в Миндовское поселение проведены следующие мероприятия. Первое. Создана постоянно действующая комиссия по предупреждению реквидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Миндовское сельское поселение. Первое. Проведено обследование участков русла реки Фарс. Это в феврале месяце мы еще проделали всю работу реки Фарс и реки Чехрака на предмет появления заторов в руслах и тихоек. По результатам обследования были выявлены участки русла реки Фарс, образовавшие заторы, которые были буквально в течение одной недели устранены. В цели предотвращения протопления территории поселения именно по улице Садово и поселка Дружба и в районе Аула Хачимзи в настоящее время был проведен комплекс работ по устройству береговой линии. Полностью проведен комплекс работ, который мы надеемся, что позволит решить хотя бы интенсивное разрушение береговой линии будет намного мягче. В марте 2018 года в результате естественного изменения русла реки произошел по двумя двух участков на реке Лоба в районе Аула и Геруха. Администрации нашего муниципального образования в 2018 году были заказаны услуги по разработке проектно-сметной документации под ГЕС ильхозпроект. Были разработаны технические решения по двум участкам на проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихии из бедствия. Стоимость услуг по разработке проектно-изыскательских работ составила 324 тысячи рублей. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров 18 марта 2019 года из резервного фонда Кабинета Министров были выделены денежные средства в размере 23 миллиона 700 тысяч рублей. На реализацию мероприятий, проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий в районе Аула и Геруха. Также в процессе исполнения мероприятий по объекту проводился строительный контроль и технический надзор. Все работы были выполнены в срок и качественно. Также хочется отметить, что мы заключили муниципальный контракт с Кубань ввод проект на разработку проектной и рабочей документации по объекту капитальный ремонт всей защитной дамбы левого берега реки Лоба. Стоимость контракта составила 5 миллионов 740 тысяч рублей. Сумму контракта была включена разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения. Хочется отметить большую значимость в этой декларации. Все надзорные и контрольные органы в первую очередь спрашивают именно за эту декларацию. Капитальный ремонт рассчитан на всю протяженность дамбы. Это около 8 километров работы. Планируется провести в следующем году. По второму вопросу об оперативной обстановке с пожарами за 2019 год и усиление пожарной безопасности в муниципальном образовании Кашхабльский район в 2020 году о состоянии противопожарного водоснабжения на территории Кашхабльского района выступил начальник отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея по Геогинскому и Кашхабльскому районам Эдуард Родин. Из втикших период 20-го года на территории Кашхабльского района произошел 21 пожар, аналогичный период прошлого года 7, из которых пожары распределились следующим образом. 13 техногенных пожаров, АППГ-5, 10 природных, АППГ-2. В 2020 году погибших на пожарах нет. При проведении анализа следует, что произошел большой рост пожаров по всем направлениям, причиной которых в 90% случаев послужил человеческий фактор, а именно небрежность и неосторожность, а порой пустая ховатость при облачении с огнем и именем источника повышенной опасности. В настоящее время Главное управление содействовано достижения и показали отжидаемое продолжительное жизни при рождении и естественный прирост населения. По указанным направлениям, организована работа по достижению ключевой показатель эффективности по направлениям гибель от утопления не более 10 человек в год и гибель на пожарах не более 6. Работа по достижению намеченных показателей должна быть системной и направленной для достижения ключевых показателей эффективности. В указанную работу включены все главы муниципальных образований, также руководители органов исполнительной власти. Основными направлениями выказанной работы являются своевременные реагирования на происшествия, связанные с пожарами, мониторить обстановки пожароопасных ситуаций на подведом святой территории, прикрытие территорий населённых пунктов в соответствии с действующим законодательством, системная профилактическая работа как надзорных, так и активистских сельских поселений, участвующих в жизнедеятельности населённых пунктов, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории муниципальных образований, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация работы по поведению объектов здравоохранения, образования, культуры муниципального образования в соответствии с законодательными актами в области пожарной безопасности, организация проведения сходов граждан на противопожарную тематику с участием сотрудников отдела надзорных деятельностей МЧС, оборудованы автономными пожарными и извещательными живыми помещениями многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также оказание помощи в вопросах проведения в соответствии с электрической проводкой и печного отопления. Также в целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в течение предыдущего года произведен обширный комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения пожаров. В текущем году предлагаю продолжить совместную работу, направленную на обеспечение пожарной безопасности на объектах, в том числе на объектах надзора и частного жилого сектора, при этом уделив особое внимание социально значимым объектам, объектам с массовым пребыванием, а также системам торговли пожарной защиты здания. Проблемы и вопросы не при провождении пожароопасного сезона 2019 года явились. Территория района по-прежнему не прикрыта всеми видами пожарной экраны. Несвоевременная очистка территории, нарушение запретов на сжигание сухой растительности и ее остатков. Сельхозяйственные павы, переходящие в Герение Лесополос, необработанных земель и земель в запасе в результате затремления населенных пунктов и неудовольствия граждан. Несвоевременная очистка земель граничит с землями лесного фонда, что создает угрозу перехода огня в лесной массив и возникновения лошадных пожаров. Далее Эдуард Родин дал некоторые рекомендации ответственным лицам по дальнейшей работе. Организовать исполнение мероприятий, планов мероприятий по выполнению ключевой показатель эффективности. Усилит работу административных комиссий по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в части, очистки территории от сухой растительности мусора, а также запрета на разведение косровок. Организовать работу по сбору обобщения сведений административных комиссий и органах местного самоуправления. Еженедельно направлять сведения в главные управления административных комиссий и местного самоуправления. Также организовать работу по рассмотрению на заседаниях у полномочий и коррегиональных органов вопросов учета многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оценке безопасности мест фактического проживания, а также безназвестного выделения финансовых средств для повышения уровня противопожарно-защитных домовладений, организовать выделение в нормативных документах финансово-планированных разделов, посвященных детской безопасности, финансирование освещения автономных пожарными извещателями и молдопечей, замены электрооборудования, газового, организовать устранение нарушений требуемых пожарной безопасности в живых помещениях, нуждающихся в категории населения семейных, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет привлечения бюджетных средств. Проводить на постоянной основе информационную работу с населением о профилактике природных и ваншафтных пожарах, а также проинформировать сельхозпроизводителей и руководителей организаций различных форм собственности о запретах выжигания сухой растительности. В случае, служившей обстановке, связанной с увеличением количества пожаров, проводить особый противопожарный режим на территории муниципального образования, а также дополнительные требования пожарной обстановки во время действия о том, информировать Главное управление. Провести работу по определению владельцев заброшенных, либо не эксплуатирующих земельных участков. Провести разъяснительные беседы с владельцами, привлечившие административные ответственности за невыполненные нарушения. В случаях отсутствия владельцев, предусмотреть чистку участка сухой растительности, гирюющего мусора силами добровольцев и волонтеров. Оказывается действие в развитии добровольной пожарной храмы, привлекать добровольных пожарных до падения профилактики и тушения природных пожаров. Предусмотреть в правовых договорах аренды земельных участков механизм простражения договоров в случае несоблюдения арендатора нетребования пожарной безопасности. Разработать и предупредить совместно с территориальными органами МЧС и МВД России графики и патрулирования пожароопасных сезонов 20-й год на территории населенных пунктов, дачных, садовочных и коммерческих товарищей, а также мест отдыха на природе наиболее подверженных пожарам. Слонировать на постоянной основе проведение сходов граждан с привлечением сотрудников МЧС и МВД и иных задействованных граждан. По этому же вопросу слово было предоставлено начальнику Кашхабльского пожарно-спасательного гарнизона Артуру Меритукову. На территории Кашхабльского района проведена проверка системы водоснабжения в 2019 году, октябрь-ноябрь месяц. По итогам проверки было выведено общие пожарные гидранты имеются на территории муниципального образования Кашхабль-силы, 72 гидранты. Будет проведена проверка в этом году, в апреле месяце, более конкретно будет сделан анализ. После этой первой проверки более будет уже конкретно сказано и доведено, также указано в актах и в анализе. Будем совместно проводить работу. Все рассмотренные вопросы были приняты к сведению и утверждены комиссией. Натусек Чмейзова, Сергей Лапынцев, Новости Кашхабльского района.